Соединенные Штаты Америки расширят военную миссию по охране нефтяных месторождений на востоке Сирии. План этого одобрил президент Дональд Трамп, а подробную новость прямо сейчас обсудим. Обсудит Александр Кореевский с гостями студии. Александр, здравствуйте, я передаю слово пятой студии. Здравствуйте, Екатерина, спасибо большое. Действительно, новость очень интересная, мы ее уже обсуждали утром, и сейчас, безусловно, есть продолжение этого вопроса. Но, еще также мы затронем одну тему, это Иран, он приступил к четвертому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке, очень тоже важная тема, прежде всего, в целом для этого региона, ну и, конечно же, для рынка нефти. Ну, начну с того, что на самом деле уже есть реакция нашего МИДа, она была и вчера, конечно, но и сегодня продолжается. МИД прокомментировал нашей стороны планы США расширить военную миссию в Сирии. Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглава МИД Сергей Вершинин. Но он считает, здесь нужно добавить, что, естественно, нефть, как и другие природные богатства Сирии, принадлежат сирийскому народу, и торг здесь, что, я так понимаю, неуместен. Ну и продолжение этого вопроса. Сирия вернула нефтяное месторождение спустя несколько лет. Сирийская правительственная армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны. Это очень важная тема, исходя из того, что мы будем сейчас обсуждать. Отмечается, что контроль над этим местом провластные войска получили впервые за несколько лет. Речь идет о нефтяном месторождении в окрестнице города Румейлан. Не уточняется, кто ранее контролировал это месторождение. Ну, понятно, что не сирийские войска, не официальный Дамаск, а какие-то очередные банды, которые там, видимо, были. В основном в этом районе орудовал ИГИЛ, запрещенный в России. Но сейчас пока еще не запрещенные в России, но американские военные там, видимо, все это дело контролируют. У нас в студии Алексей Леонков. Алексей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот ситуация в Сирии, после того, как Трамп так откровенно высказался, что они там делают. С военной точки зрения, как вы видите, может ли 800, спецназ, наверное, да, там присутствует, американский, защитить эти территории от действительно банд ИГИЛа. Вот ИГИЛ сейчас в Средней Азии отковал пограничную зону, и 15 человек убиты, со стороны правительственных войск убиты только один человек. ИГИЛовцы плохие бойцы? Или что это? Нет, на самом деле это подготовленные, высокомотивированные воинские подразделения, ну, как говорится, и регулярные войска, да, если их можно так называть. На самом деле это понятно, бандформирование. Но они вооружены, обучены, понимают тактику введения боевых действий, используют так называемую стратегию ситроцентрических войн. Кстати, они ее отрабатывали в Сирии. Поэтому вот так вот... А это что за стратегия? А это, значит, подвижные такие резервы, которые вот создаются в зоне боевых действий, между ними мобильные группы, которые могут в любой момент переоснаститься, укрупниться, уменьшиться и атакуют в тех местах, где наиболее слабая оборона. Кстати, такой тактикой, как раз игиловские войска, вот этих бандитов, практически разгромили сирийскую армию. Оставалось ее там чуть-чуть, где-то под Дамаском, в Дейер-Зоре, и там еще считали уже месяцы, сколько оставалось до падения, как они говорили, режима Асада, да, в 15-м году. И понятное дело, что их же готовили, они не сами так подготовились, их готовились те же самые инструкторы, которые теперь говорят, что... То есть сирийская армия, это профессиональная армия, она тоже была бы способна... Это была профессиональная, а там и армия наемников, хотя вот в игиловских подразделениях были и иракские командиры, иракские эти генералы, полковники, которые перешли на эту сторону, или их заставили перейти, это уже там детали, но во всяком случае они оказались достаточно боеспособным, в связи с тем, что, например, у сирийской армии отсутствовала информационная составляющая, то есть они не знали, где произойдет очередной удар, они не могли очень быстро перебросить войска, те были мобильные. Они появлялись, наносили удары по опустевшим гарнизонам войска, вышли там в поле, там где-то держать оборону, они разрушали, они в тыл заходили, они разрушали города, вторгались, террор местным жителям устраивали. То есть вот эта подвижная вот такая вот структура, она была, ну, преимущество получила надсирийская армия, которая как бы регулярная, у нее были и сухопутные войска, и ВВС, и все должно было... То есть это полноценная армия, которая была фактически разгромлена вот такими вылазками. Может быть, мы утрируем немножко ситуацию? Но Министерство обороны приводило цифры о том, что эгиловские подразделения, начали, вот, только потеряли, не 200 тысяч человек. 200 тысяч? 200 тысяч. Вы понимаете, это большая армия была. Ну, очень серьезная тема. И, тем не менее, соответственно, вот от такой... Я специально вас про это спрашиваю, для того, чтобы понять, вот 800 бойцов, там все Рэмбо или кто там? Ну, это... Нет, если в рамках Голливуда, в рамках Голливуда все отлично. Эти 800 бойцов там решают стратегическую задачу, да. Тысячи, если... Ну, если там осталось 20 тысяч... Ну, на самом деле, то, что там осталось, это... Оно, может быть, там и бегает по пескам. Но даже американцы в конце своих боевых действий уже редко использовали авиацию, старались каким-то более дешевыми методами за ними гоняться. А потом перестали гоняться, потому что все равно они им подконтрольны. Здесь ведь речь идет о том, что они хотят положить руку на то, что им не принадлежит. На сирийские нефтяные месторождения. Единственный путь у Сирии это вот воспользоваться той покупкой, которую когда-то им Россия недавно предоставила комплексы С-300. Развернуть их в районе Альтапки и закрыть небо. Закрыть небо над этими нефтяными полями. Или там в районе Дейрзора. И сделать эту зону бесполетной. Потому что это их территория, суверенная. И если появится какая-то авиационная там поддержка, то нужно все сбивать. Потому что они имеют на это право. И вот эти 800 бойцов без снабжения по воздуху, им будет очень тяжко там выжить. Ну фактически это идти на прямой конфликт с Америкой. У нас на скайпе Георгий Асатрян. Георгий Именович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Как вы оцениваете вот эту боевую обстановку и вообще ситуацию после того, как вот Трамп, вы видите, одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии? Вот мы пытаемся выяснить, как эти 800 бойцов или 1000, грубо говоря, будет защищать от таких вот остатков даже банд, которые в общем-то в целом разгромлены. Но еще присутствуют, я так понимаю, в Сирии и другие есть, желающие, наверное, покуситься на эту нефть. Я имею в виду, конечно же, не официальный Дамаск, а вот эти бандформирования, которые не прочь были бы поживиться. Как здесь, может ли здесь действительно эти 800 человек, условно говоря, защитить якобы вот эти месторождения? Я совсем недавно был в Сирии и могу сказать точно, что 800 человек в Сирии защитить абсолютно ничего не могут. Это слишком маленькая боевая группа. Что касается военного анализа коллегии, которая прозвучала ранее, я с ней согласен. Если говорить о геополитике и политике, то мы должны с вами понимать, что действия США – это некая демонстрация флага. То есть 800 человек, 800 человек с точки зрения военной ничего сделать не могут, но это американские военнослужащие и все боевики, все боевые группы, все отряды из разных групп будут понимать это, будут знать, что это американские военнослужащие. И, соответственно, удар по американским военнослужащим будет нести за собой определенные последствия. Акцент сделан именно на это. Безусловно, я согласен с мнением российского МИДа, который заявил, что нефть на территории Сирийской Республики должна контролироваться правительством. Сейчас начинается новый этап, скажем так, в сирийском конфликте. И те страны, те государства, те акторы международных отношений, которые будут заниматься восстановлением Сирии, в перспективе именно они будут иметь наибольшее влияние в этой республике. Георгий Иванович, Вы сказали новый этап. Что это, по Вашему мнению, за этап? Смотрите, Александр, так или иначе, сирийская война подходит к своему логическому завершению. Дамаск одержал победу, и ИГИЛ разгромлен. Есть, безусловно, там боевые группы, которые еще пытаются как-то воевать. Но, в целом, мы понимаем, что Дамаск победил. Рано или поздно это должно быть оформлено уже юридически. Соответственно, после этого начнется этап восстановления Сирии. На восстановление Сирии требуются огромные средства, космические средства, которые ни одна страна не сможет вытянуть. Соответственно, те страны, те игроки международных отношений, которые будут заниматься этим, те страны будут иметь определенное влияние на Дамаск. Соответственно, действия Соединенных Штатов Америки направлены именно на это. Они пытаются сделать так, чтобы те нефтяные районы, которые приносят существенную, достаточно существенную прибыль в бюджет Дамаска, были под их контролем. Соответственно, в этом смысле Дамаск будет оказываться под влиянием... То есть, таким образом, не давать официальному Дамаску доступ к ресурсам для того, чтобы восстанавливать Сирию. Я правильно вас понимаю? Совершенно верно. Хорошо, спасибо большое. У нас заканчивается время. Мы не успели обсудить Иран, но это очень важная тема. Мы в следующем же выпуске это сделаем обязательно. Но ситуация в Сирии действительно идет все к тому, что будет налаживаться мирный процесс. Но вопрос, конечно, еще много, и вопросов много, и они остаются. Спасибо большое, Алексей Петрович. Мы уже встречимся в следующем программе.